Всем привет! 30 апреля мне удалось поохотиться с новой альтернативной рукояткой для таймин. В перчатках толщиной 7 мм. Субтитры добавил DimaTorzok Прозрак составлял 1,5-2 метра. Камышак доходил до 3 метров. Но никого достойного выстрела я не встретил. Поэтому дальний выстрел не получился. За все время я встретил одну щупу. А дело было так. Боковым зрением я заметил, что справа от меня один малый что-то слишком шустро влепетывает. Повернув голову, я увидел причину. За ним следовал долгой щупы. Раздумывать было некогда. Доворачиваю ружье и стреляю. Попадаю в хвост уходящей пищницы. Подтянув ее к себе, подумал, что щука должна весить где-то 1,5-2 килограмма. Она оказалась пустой и весила не больше киева. Похоже похудела засем. В целом я остался доволен поведением ружьев. Благодаря боковому лининсбросу при горизонтальной проводке линии вибрировал. Так он лежал вдоль ресивера. Хват позволял стрелять на вскидку и не целить. После выстрела я проанализировал свои ощущения и вот что получается. 7-миллиметровые перчатки держать удобно. На спуск давить без проблем. Скоба достаточно большая. Руки не тесно, пальцы не тесно. При боковой проводке достаточно четко держится в руке. Но получается, хват для меня оказался таким револьверным, можно сказать. То есть плотно я не прижимал. Между большим указательным пальцем Это постранство у меня только прилегало неплотно. То есть держалось вот так вот. Все револьверный хват. У вланника рукоятка потоньше. И поэтому, когда держишь его в руках, достаточно плотно садиться. Вот, вот, указательным большим пальцем. И тут плотно. Получается, что за счет того, что рука эта тонкая, а у нее идет как бы такое проворачивание вокруг своей оси. То есть, вот, с одной стороны плюс, с другой стороны мин. Тай-мени с штатной рукояткой. За счет того, что я добавил в фонтный упор. Тоже достаточно плотно в перчатках. И идет крепкий хват. В тонких перчатках или без перчаток, получается, что рукоятка вланника наиболее эргономична. Потому что, то есть, и как бы особо это проворачивать, то есть, не получается, потому что жестко держится. Утоймение за счет того, что пальцы лежат в каждой, как бы, в своем гнезде, точнее, в среднем пальце. То есть, тоже получается, что положение достаточно такое однозначное. На этой рукоятке не все так просто. То есть, я берусь, пальцы выкладываю в пазы. И все равно получается, что плотного прилегания нет. При более плотном хвате, получается, что пальцы лежат как бы не на своем месте. Получается, вот этот радиус гальшиват. Как бы, получается, что пальцы, мои во всяком случае, лежат не на своем месте. То есть, возможно, эту проблему можно решить за счет дополнительного какого-то упора в этом районе. Или за счет того, чтобы изменить выемки под пальцы. Ну, это была первая охота. Первый анализ. Думаю, при более длительной эксплуатации наберется больше материалов рядом. Всем спасибо. Удачи на ходе. Удачи на ходе. Удачи на ходе. Продолжение следует...